Лето – пора, которую с нетерпением ждут любители романтических комедий. Потому что тяжелая драма сезона. Летние драмы – шоу, которые захватывают дух зрителей или имеют более скучный сюжет. События. Молодые и успешные имена, которых мы время от времени видим в разных ролях в драматических сериалах. Еще одно волнение – смотреть более развлекательные сериалы в летний сезон. Главные актеры таких сериалов – вообще одни из самых популярных актеров молодого поколения последних лет. Выбран. Их истории украшены романтическими темами, основанными на любовных историях, а иногда и на сказках. Эти сериалы сняты с повествованием. Зрители в сопровождении прекрасной погоды летних месяцев и приятных и красочных изображений с разных площадок. Летние сериалы тоже добавляют радости экрану. Еще одним аспектом этих сериалов является то, что некоторые из ведущих актеров влюбились друг в друга во время съемок сериала. Их начало. Благодаря любовной истории в сериале многие имена ассоциируются у зрителей. Иногда, конечно, остается аналогия. Но настоящая любовь может возникнуть и из романтических комедийных сериалов. Мы уже видели примеры. Зрители недавно стали свидетелями всех трех этих любовных историй. Который. На первом этапе место занимают Ханди Эрчел и Кирим Бюрсин, которые играют двух влюбленных в сериале Сен Кэл Капэм. Сериал начался в июле 2020 года. Оба актера снялись в постановке впервые. Они взяли. Бюрсин и Эрсель уже популярны, поскольку они два актера-одиночки. С первой серии сериала их стали очень сильно приписывать друг другу. Оба актера долгое время даже не реагировали на слухи о том, что между ними что-то происходит. Они этого не сделали. Они сказали, что эта проблема надоела им в любой среде и во многих сериалах, мужчинах и женщинах. Они подчеркнули, что это нормально, когда главные роли приписываются друг другу. Сериалу, который продолжается в сезоне и решили выйти в эфир следующим летом, дали небольшой перерыв. Учитывая это, все изменилось. Ханди Эрчел и Кирим Бюрсин, которые опровергли слухи о любви между ними. Они также выразили свою любовь в постах, которыми они поделились во время своего отпуска на Мальдивах. Утверждают, что они расстались в последние дни. Надеюсь, что эта новость о нашей паре, которая хорошо смотрится друг на друге, является необоснованной. Помолимся, чтобы все поскорее наладилось. Аналогичная история любви на повестке дня у главных актеров двух сериалов, вышедших на экраны летом 2021 года. Ряды Первая из этих серий – серия «Островная сказка». Альп Наврус и Айча Айшин Туран работают над драматическими проектами, а не романтическими комедийными сериалами. Они были на экране. Увидеть их в романтической комедии впервые тоже другой опыт для зрителей. Это был процесс. Шоу сравнивает их друг с другом с первого дня. Два успешных молодых и популярных актера. В следующем процессе на первый план вышла закулисная информация о том, что между ними была настоящая любовь. Они также поделились фотографиями друг друга в социальных сетях. Они также писали сообщения в свои дни рождения. Сериал закончился, но Альп Наврус и Айча Айшин Туран так и не признались, что были вместе. Много информации распространилось за кулисами. Их добавили к парам, которые снимались в романтических комедиях и влюблялись. Появился еще один поклонник романтических комедий из серии «Батгами». В драмах, в которых они снимались. Известные своей успешной игрой Джимры Байсил и Айтач Шашмас дебютировали в сериале «Батоун». Они играли друг против друга. В плане гармонии экрана он очень понравился зрителям. Оба игрока получили много внимания за игру с битой, что стало важным поворотным моментом в их карьере. Через некоторое время их любовь к роли в сериале, в котором они сыграли главные роли, воплотилась в жизнь. Ваши экраны. Зрители Джимры Байсил и одна из ее любимых пар Айтач Шашмас вместе снимаются в других проектах. Я не могу дождаться, чтобы увидеть это сейчас. Кстати, говорят, что для дуэта предлагали мюзикл. Пришел. Если это утверждение верно и предложение принято, у двух игроков огромное количество сторонников. Будет жить счастливо. Продолжение следует...